Девушки отдыхают 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 под предлогом восстановления исторической правды, не получилось. Что такое патриотизм? Патриотизм – любовь к родине. В чем она проявляется? В любви к достижениям этой родины. В гордости за эти достижения. Достижения политические, военные, социальные, экономические, культурные. Ну вот и давайте посмотрим. В затхлом советском патриотизме, по мнению Путина, конечно, было все. Была самая величайшая победа, которую нам не дали праздновать. Военная вещь. Был выход человека в космос, гигантское научное достижение всех времен и народов. Культура. СССР была самой читающей страной мира, это признают все абсолютно. У нас в каждом областном центре был театр. У нас была впервые в истории человечества достигнута поголовная грамотность населения. Социально-экономические достижения, затхло якобы, да, декретный отпуск, первое в мире, не было ни у кого. Первое в мире восьмичасовой рабочий день, первое в мире пенсия по старости человеку, плата общества за то, что человек трудился на его благо. Все это впервые было у нас. Наши театральные постановки собирали толпы людей в Нью-Йорке и Париже. Наши фильмы брали лучшие премии на самых престижнейших международных кинофестивалях. Подчеркиваю, тем самым достижения нашей Родины в советское время признавались не нами, признавались другими странами. Гордились ли мы этим? Конечно. Но только ли мы гордились в советское время советским периодом? Да, конечно, нет. Петр Первый для нас советское время затхлым не был, хотя нас разделяло с ним 200 лет. Медный всадник гордо стоял как в Санкт-Петербурге, так в Петрограде, так и в Ленинграде. Мы гордились простым донским казаком Емельяном Пугачевым, так же, как светлейшим князем Михаилом Иларионовичем Кутузовым, спасшим нашу страну Антамполеона, в честь которого был учрежден Советский Орден. Так же мы гордились и Суворовым, и Нахимовым, и Дмитрием Донским. Вот это и был реальный народный патриотизм. С Николаем Платошкиным я познакомился в 1975 году, когда родители меня перевели в Чулковскую среднюю школу номер 20. В течение времени наше знакомство переросло в дружбу. Ответственность Николай проявлял во всем. Что касается учебы, касается каких-то мероприятий, ко всему относился очень строго, конкретно. И вот эта ответственность, она проявляется у Николая во всем. Пускай это будет подготовка к выступлениям, либо к занятиям со студентами. Я думаю, что студентам, у которых он ведет занятия, очень крупно повезло с таким преподавателем. Я уверен, что на его лекциях все очень интересно, и студенты с большим удовольствием их посещают. Второй чертой, как я уже сказал, его обостренное чувство справедливости. Именно это чувство справедливости, благодаря ему Николай поднялся на борьбу за советские памятники в Германии, отстоял памятник воину-освободителю. Именно поэтому Николай выступил против пенсионной реформы. Именно поэтому он выступает против тех реформ, которые ухудшают положение граждан страны. Всегда открыто и смело выступает, порой даже жестко о сложной ситуации в нашей стране. Но никогда он не призывал народ выходить на несанкционированные митинги, на те митинги и собрания, которые не согласованы с властями. Поэтому для меня явилось полной неожиданностью его арест. Мне непонятно, что ему инкриминируется, поскольку человек всегда выступал только за законные методы борьбы. Хотелось бы отметить, что численность соратников его движения за социализм постоянно увеличивается. Число людей, которые имеют подобные взгляды на жизнь, как у Николая, тоже постоянно растет. И мне хотелось бы ему сказать, что Николай, ты не один, мы рядом с тобой, держись. А мы всегда тебе чем сможем, поможем. Удачи тебе в твоих действиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok